Город над Неманом известен не только своей богатой историей, но и насыщенной культурной жизнью. Марафоны, конкурсы, выставки и фестивали здесь проходят регулярно. Но, как оказалось, гродницам интересно не только принимать в них участие, но и рассказывать об этих культурных событиях, и причем с научной точки зрения. В гимназии номер 7 города Гродно вопросом изучения культуры своей малой родины занялись вплотную. В этом учреждении образования уже традиционным стало проведение научно-практической конференции, тематика которой неизменна – культурная жизнь и мероприятия города. Этот год стал особенным. К уже привычным научным докладам школьников и студентов присоединилась тематическая выставка. В первую очередь это изобразительное искусство, наверное, декоративно-прикладное искусство. И мы решили, что нужно добавить чего-то работы. Немножко было напряженно, мы боялись откликнуться или нет. Но, тем не менее, более 200 работ представлено исследовательских, картины детей, поделки, декоративно-прикладное искусство и фотографии. Причем уже не только студенты, не только школьники, а уже и взрослые стали присылать к нам работы, хотя, если честно, мы не заявляли категорию взрослых. Невзирая на такие исключения, научно-практическая конференция была весьма серьезной. Хотя бы потому, что судьями работ юных грудницев выступали преподаватели сразу двух вузов города – Купаловского и Аграрного. И все же для многих ребят изучение культурных мероприятий города – не столько научная необходимость, сколько увлекательное занятие. Как, например, для Маргариты Рыхлицкой. Тема ее научной работы – конкурс джазовой и эстрадной музыки «Янг-джаз». К слову, это мероприятие она выбрала не случайно. Мои родители очень увлекаются джазовой музыкой, то есть они меня тоже привлекают к этому. И каждый год мы ходим с ними на этот фестиваль. Решила принять в этом участие, потому что я очень люблю джазовую музыку, я слушаю музыку каждый день. И мне очень интересна эта тема. Я люблю просто взять наушники и ходить по нашему городу Гродно. Вместе с учителем мы провели опрос среди учащихся, вывели некоторые выводы. Очень много молодежи сейчас интересуется в этой сфере джазовая музыка. Сходили в филармонию, там поспрашивали, тоже много чего интересного узнали. Фестиваль стал интересен не только гродинцам, но и жителям области и даже соседних регионов. Свои работы на выставку присылали учащиеся смоленских школ. И пусть в этом году из-за пандемии конкурсанты не смогли приехать лично, в следующий раз Гродинская гимназия номер 7 ждет их очно. Субтитры создавал DimaTorzok